здравствуйте уважаемые друзья и гости моего канала меня зовут татьяна и в этом видеоролике я буду принимать меры по наращиванию листовой массы вот у этой орхидеи это орхидея не скажу что недавно в моей коллекции приобретала я их более полутора лет тому назад и вот в таком состоянии находится данный экземпляр я приобретала сразу несколько штук и для сравнения одну из них гораздо раньше пересадила в больший объем а этот экземплярчик у него были не очень хорошие корешочки оставался в меньшем объеме для наращивания корневой системы и вот можно сейчас видеть что корневая система у него немного подросла больше конечно же нарастает вот таких корней которые сопротивляются и не уходят в горшок но сегодня я заправлю эти корни в горшок и буду делать так чтобы листовая масса нарастала уже крупнее и богаче для сравнения вот как раз таки я взяла орхидею того же самого сорта того же самого возраста из того же самого заказа из той же покупки то есть они приехали вместе и посмотрите какой результат какая разница и вот как раз таки в этом видеоролике можно посмотреть зависит ли размер листового аппарата от размера горшка да несомненно связь в этом есть но связь прям пропорционально с тем фактом что чем больше будет питание тем и лучше будет расти надземная часть то есть листовой аппарат но продолжаем не забывать о том что посадку изначальную нужно делать в горшок в объем соразмерной корневой системы и в тот момент когда корневая система уже заполнила предоставленный объем только тогда мы делаем перевалку здесь конечно же с этим растением я задержалась но на то были причины это плохое развитие корневой системы на данный момент в посадке имеются засолы также я вижу что здесь мало коры и как бы вообще себя эта посадка на сегодняшний день уже исчерпала поэтому это растение переедет из 200 миллилитрового стаканчика в 500 миллилитровый в пол литровый стакан мне очень нравится использовать вот такие стаканы для адаптационной посадки и для старта для начального содержания орхидеи в домашних так скажем условиях вот хочу также показать вам на примере это орхидея которую мы вместе с вами все пересаживали это орхидеи полученные глубокой осенью и вот один экземпляр из них и сегодня в этом видео мы будем наращивать такую же корневую систему и для вот этого малыша похожего на зайца и также будем преследовать цель нарастить более крупные листовой аппарат нежели чем сейчас имеется вот его так скажем собрат имеет вот такие габариты на сегодняшний день да и разница очевидна это орхидея очень красивая я не знаю как она называется она продавалась под номером и у нее вот такие листья в краб что-то наверное гибрид с шалерианой ну приступим к посадке к пересадке и для этого я сегодня буду использовать всего лишь один ингредиент сосновую кору фракции 25 и предварительно ее порезав и промыв вот так вот выглядит данная кора очень красивая вкусная и где-то даже напоминающая вафельку вот такая вот слоистая очень интересная красивая кора кстати кора для тех кто желает еще есть в наличии и приобрести вы ее можете обратившись ко мне ссылочки на свою страницу вконтакте и электронный адрес своей почты я как всегда оставляю в описании под каждым видеороликом также в этом видеоролике я хочу дать пояснительный ответ на один из комментариев я все время говорю что предпочитаю делать посадки в довольно крупную кору и получила такой комментарий видимо от давнего зрителя который утверждает что как же так я ведь все время делала посадки раньше в мелкой у кору а теперь постоянно говорю что делаю посадки в крупную кору так вот наверное у нас с вами очень разные понятия относительные так скажем что есть крупная кора что есть мелкая кора да у меня есть посадки в кору гораздо крупнее чем вот эти кубики но я всегда говорю что размер кусков коры также должен быть соответствовать корневой системе если корневая система очень хорошо развита например вот как это то перевалку вот этой орхидеи я уже смело могу делать в горшок гораздо большего объема например в двух или даже в трех литровый горшок и обложить вот этот корневой ком более крупной корой фракции 2 5 предварительно и и не резав и это орхидея с удовольствием освоит тот размер коры и будет себя чувствовать великолепно также как вот и в этой посадке и во многих других которых большинство я использую именно вот такую кору если вы мой давний зритель то вы должны знать что при этом я все время приговариваю показываю кусочки и называю их ориентировочный размер один полтора сантиметра вот такие кубики давайте и сегодня проведем замер делаю я это на глаз режу кору без помощи линейки так как получится поэтому и кубики всегда получаются разные и вот мы здесь видим полтора сантиметра на 17 сантиметров видите на полтора сантиметра возьму еще один кубик сантиметр с небольшим также сантиметр полтора здесь тоже полтора сантиметра есть и чуть помельче кубики вот такие есть и более так скажем мусорная фракция которая остается от нарезки ее я тоже не выбрасываю а использую для посадок вот такая вот фракция коры у меня получается так как режу я на глаз и режу руками это никакой не механизированный труд не механизированная нарезка поэтому вот как есть но существует еще более мелкая фракция коры я ее даже как-то привозила и пыталась использовать в основном я ее присыпала сверху у меня были такие посадки и были такие видеоролики но мне не понравилось как ведет себя более мелкая кора более мелкая кора вот производственная она очень плоская что в посадке делает посадку очень плотной и корни в ней трудно осваиваются такая посадка очень трудно дышит в ней очень мало воздуха и орхидеи неохотно растут в ней поэтому я отказалась от использования более мелкой коры фракцию которой я называла 1 3 и даже перестала делать ее закупки сейчас вот допустим у меня в наличии такой коры нету и я ее не предлагаю и когда меня спрашивают я даже рекомендую возьмите кору фракции 2 5 из нее всегда можно сделать кору практически любой фракции как вам необходимо но были такие виды орхидеи например как цимбидиум дендробиум и для них я с удовольствием использовала такую производственную кору фракции 1 3 лишь в небольшой пропорции добавляя к другим компонентам посадки у таких орхидей более тонкие корешки и они свободно проникают сквозь небольшие пространства между такой очень узкой корой плюс к тому что в добавку к таким орхидеям идет и другой набор компонентов очень много мха можно добавлять сосновую мульчу которая имеет вообще очень мелкую фракцию где-то даже щепотку плодородного грунта такие орхидеи будут в восторге от более мелкой фракции коры ну а так в основном все мои посадки и делаются во фракцию коры 25 предварительно нарезанные вот такими кубиками надеюсь что ответила на ваш вопрос и удовлетворила вашего подмигивающего смайлика тоже вам подмигиваю в ответ и приступлю к пересадке этого растения заодно мы сейчас посмотрим какие же там корни так вот даже могу показать посадка как я уже сказала точно который года полтора то может быть и больше и вот мы сейчас проверим в какую кору я делала посадки вот здесь так это камни видим да что и камни не мелкие они были на дне и здесь всего лишь вот несколько кусков коры которая также имеет разную такую величину разную фракцию это можно назвать вот но в основном здесь присутствует вот такая же фракция как я показала да и есть лишь один вот такой большой кусок которым я скорее всего пыталась укрепить растение в посадке сделать такую распорку чтобы она не вываливалась я тоже показывала такие видеоролики а в основном вот она вот такая же тракция коры так остается здесь посмотреть зачистить что у нас с корнями вот этот корешочек полностью пропал его мы с вами уберем таким образом здесь тут же растет так чтобы вам было видно здесь тут же растет давайте я вам покажу как он пропал вот на вид он да можно здесь видеть совершенно как и вот рядом растущий корень но он пустой вот таким образом раз и в том голомен полностью пропал это был корешок с которым пришло это растение и он погиб в процессе адаптации дальше смотрим здесь тоже не очень хорошего корня пошло хорошее ветвление вот такие корешки они очень плотные в хорошем тур горе достаточно здесь имеется кусочек тоже не очень хорошего корешка его я отрежу до плотной части все что мягкое это все смело можно удалять здоровые корни это плотные корни вот таким образом срезаю все сухие части предварительно всегда проще пощупать вот видите раз так также получила такой комментарий почему вы все время повторяете и очень много одного и того же вот в посадках пересадках ну потому что постоянно подключаются новые зрители я понимаю что тем кто смотрит меня все пять лет это уже набило оскомину так скажем да всегда на слуху но не будем мы быть такими эгоистами потому что приходят новые любители и им все интересно и то что для нас обыденно для них это новая информация и приходится время от времени также делать небольшие акценты именно вот на элементарные вещи также вот здесь есть кусочек он засолен можно попытаться его отклеить от корня но если он не отклеивается то можно и не пытаться признаки засолов это вот такие белесые белесый налет на коре в принципе так вот этот корешок нет он длинный видите основании он здесь пропал но он длинный он все равно питает растение так что не буду торопиться его убирать у данного вида орхидеи очень хорошо нарастают корни вот если посмотреть вместе вот с этими которые выросли вне горшка то вполне себе очень хорошая корневая система да и вот у данного растения тоже очень развита несмотря на то что в горшке кажется пусто корни уходят до самого дна вот так и вот здесь образуют уже целые кольца вот таким образом и за счет того что видите посадка была с прокладкой у меня есть не один видеоролик он так и называется посадка с прокладкой то корешки не выныривают напрямую хотя это иногда случается но нет такого массового выгула корней так что вот здесь отрастают и молодые корешки и и уже отросшие довольно хорошо тоже устремляются вот так в посадочку вот сегодня перед съемкой я ее пролила прямо из-под крана попыталась смыть те соли возможно которые остались накопились в посадке и все корешочки очень хорошо идут в самую посадочку и видите тоже очень такие хорошие есть воздушные карманы и кора вот такой же фракции все не мелкая кора это я считаю не мелкая кора также как и в случае с архиатой там есть более мелкие фракции коры и я пробовала посадки в разную архиату были у меня очень давние видеоролики но мне не понравилось как реагируют орхидеи данная кора очень влагоемкая и поэтому я перешла на сосновую кору все дальше все будет очень просто посадка с одним всего лишь компонентом более крупные кусочки закладываю на дно так стараюсь потому как никакого дренажа не делаю никаких отверстий в стаканчике нет это называется закрытая система то есть система без дренажных отверстий и здесь все сохраняется так как есть сколько мы сюда положили столько здесь и будет всего содержаться я имею ввиду и по наличию влаги воды и по наличию удобрений небольшой сухой кончик так и делаю посадочку можно даже эти корешочки смочить чтобы они стали более податливые вот таким образом из-под крана смочила немножко подождала и в принципе должно все хорошо уложиться также был у меня видеоролик что не надо бояться ломать да но все-таки знаете как сердце то юкает когда что-то ломается поэтому всегда стараюсь аккуратно но если вдруг то ничего страшного в этом нет так давай свой новый домик вот-вот вроде бы все очень удачно проходит и таким образом выглядят корни в посадке теперь остается только заполнив пространство укрепить никогда ничего не укладываю как тетры друг дружку кусочки коры не вставляю вот так как они в посадку заходят так и будет хорошо время от времени я буду вам показывать обзор как растет и развивается это растение во-первых как она адаптируется когда будут изменения это очень интересно как орхидея начинает реагировать иной раз сидит-сидит без движения в посадке но стоит ее только пересадить и она пытается и она просто рвется в рост ощущение складывается что только этого она и ждала казалось бы ну что тебе нужно было ей нужна была такая встряска виде пересадки остреньких ощущений иногда орхидеи хотят некоторых думаешь ага вон какая у тебя корневая сейчас я тебя осторожненькую перевалочку ей устраиваешь она бах и тут же все свои корни скидывает ты даже имея уже немалый опыт этому удивляешься казалось бы все прошло без сучка без задоринки ну что тебе нужно было так укрепляю скорее всего этот молодой корешулька пойдет в посадочку все посадка крепкая переворачивать не буду но поверьте на слово что орхидея очень плотно в ней закреплена еще буквально вот кусочек и вот сюда просится заполнить это пространство для моих условий это очень подходящая посадка потому как растение очень много и влажность у нас не очень большая зимой доходит до 20 процентов всего лишь а то и того меньше бывает поэтому поливать приходится очень часто и за огромным количеством растений я даже не всегда не успеваю просто этого делать иногда бывает подсушиваются вот и вот закрытого типа посадки они всегда спасают я налила водички на два пальчика и этого на неделю вполне достаточно неделю я могу быть спокойно что мое растение меня не ждет страдая от жажды вот сегодня вот такая была посадка пересадка надеюсь вам понравилось на некоторые вопросы ответила в комментариях к сожалению пока не могу отвечать на вопросы не хватает на все времени огородный сезон сами понимаете и надеюсь что данное растение разовьется таким большим и красивым как вот его собратец будет вот таким у этого очень такой хороший тургор лист растет большой поэтому его вот таким образом заворачивает вы не подумайте что что-то с орхидеи не так видите на ней такой восковой налет очень хороший признак не нужно его стирать не нужно его трогать ну специально и у этой тоже имеете такой восковой налетит даже несмотря на то что я ее сейчас сполоснула не мыла не терла просто сполоснула под проточной водой видите он продолжает держаться на листьях тем самым выполняя защитную функцию и от вредителей и от из излишков избытков освещения да если на то имеется и от многих многих факторов таким образом орхидеи защищаются ну а на этом все надеюсь видеоролик был интересным полезным вы приятно провели время на моем канале не забывайте про лайки комментарии и подписку на мой канал если не подписаны не забывайте при подписке оформлять колокольчик потому как посмотрела по статистике на ю тубе колокольчик оформлен только у 11 процентов зрителей если вы нажмете на колокольчик и получать все уведомления то никогда не пропустите новую информацию с моего канала ну а на этом все с вами была татьяна до новых добрых встреч